Уважаемые зрители нашего канала, мы очередной раз встречаемся сегодня с нашими земляками, которым не дали за оплату. Ну так сказать, попали подкидали. Уже детское место, они не получают за оплату, более 10 человек. Работают практически в центре Москвы на Ленинском проспекте, вот как я вижу тут адрес Ленинский проспект, 92.2. Это вот практически два шага от центра. Это уже ужас, это уже конвейер, это уже, не знаю, сплошь и рядом, кидает, кидает, кидает. Но тут и вина наших земляков не заключает договора. Ну как сказать вина, но с другой стороны, если они будут требовать, давай договор заключим, а ты нам не нужен, иди ищи другую работу. И он вынужден, на честное слово, идти работать, вот попадают в такую ситуацию, никаких документов нет. Единственное, вот у него оказывается пропуск на работу есть. И то это, значит, посредницкая организация, вот если тут не по-русски написано, так путевые ужасы, это сербский язык, по-моему. Какой-то сербский посредник, сербский, да, русский посредник, да, 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 еще один строй плюс, тут два посредника, в общем-то объект принадлежит другому. Ну, теперь, значит, конечно, мы будем помогать землякам, ну, будем по крупицам искать доказательства базы данных, доказательную базу составлять. Это, значит, какие-то бумаги, путевые листы, накладные, чеки, ведомости, если есть какие-то фото, видеосъемки, аудиосъемки, какие-то свидетельские показания проживающих там или работающих на этом объекте, местных жителей, желательно граждан Российской Федерации, это еще лучше было бы, да. И эти материалы будем передавать в соответствующие дистанции, это прокуратура, она, это наш трудовая инспекция, настройки работают, значит, здесь есть профсоюз строителей в Москве. Так как, значит, заоплата не выдается очень долго и большому количеству людей, это уже основание для возбуждения уголовного дела, это уже Следственный комитет, можно местный районный Следственный комитет тоже одно заявление отдать по 145-й статье, будет возбуждено уголовное дело. Значит, не выдавая вам заоплату, значит, они не платят государству налоги, скрываются от налогов, тут можно, как бы, в качестве давления подать заявление еще в местную налоговую инспекцию, в интересы государства тоже, значит, есть. Вы, как я понимаю, более 10 человек, да, получается в несколько месяцев за оплату, и в среднем 70-60 тысяч, да, у кого-то есть 150 тысяч, сказали мне, да, и это посчитали более миллиона рублей, да, вот, более миллиона рублей, вот тут уже, это вот по вашим скромным подсчетам, если будем считать это по государственным таким расценкам, основанным законам, и когда по законодательству все, что превышает 8-часовый рабочий день, двойной должно платить, выходные, суббота, воскресенье, праздничные, они работали по 11-12 часов, и выходные тоже, и праздничные, да, тут ваш миллион, там уже можно насчитать более 2 миллионов. Плюс еще есть неустойка, в соответствии с гражданским кодексом, за каждый просроченный день 0,1% этого неустойка добавляется, плюс, если это дойдет до суда, плюс еще моральный вред причиненный, и многие другие еще, там, можно сделать начисление, там, юридические услуги, на адвокаты, судебные расходы, если будут такие. Вот такие моменты, ну, мы вам поможем максимально, ну, и вы нам помогите предоставить какие-то доказательную базу, и вообще пожелаю другим, кто на сегодняшний день работает без документов, 90% вас кинут, как вы увидели этот видеоролик, докапливайте доказательную базу, делайте фото, аудио, видеосъемки, там, на месте, как вы работали, спецовки, в каске, это объект, внутри, снаружи, с улицы, в разных ракурсах, общий план, место работы, можно так хитро поступить, если у вас нет никаких документов, вот, например, один пример, да, закажите пиццу на работу, да, приедет курьер, привезет вам пиццу, даст вам бумажку, там, значит, написано адрес, ваша фамилия, доставка, вот это тоже одно из доказательств, что вы были на этом объекте, когда заказывали пиццу. Вот таких, как бы, косвенных доказательств нужно побольше собрать, и в будущем это будет доказательная база в прокуратуру, следственный комитет, трудовой инспекции, в суд, для того, чтобы доказать, что вы работали здесь. Ну, вообще, я желаю, чтобы вы в такие, вы не попадали в ситуацию, желательно составлять договор, я понимаю, некоторые работодатели отказываются, если ты договор требуешь, нет, ты мне не нужен, до свидания, говори. Ну, лучше день, два, три потерять другой объект поиска, чем работать без договора, наверное, вот, все-таки соблюдать, максимально, не, наверное, а точно соблюдать законодательство Российской Федерации. Если вы подтверждаете мои слова, я почему-то за него сказал, у него трудности с русским языком, но он понимает, поэтому я вот доказательство, то, что я правдиво сказал, скажите, вот то, что я сказал, правильно сказал про вашу ситуацию? Да, да, конечно, правильно, да? Да, справедливо. Я из Бухарии, Шикматов Уткирахтамович, тоже вместе работаем. Где работы, адрес, расскажите, пожалуйста. Ну, это проспект Вернадский, метро проспект Вернадский, Ленинский проспект, там стройка идет, большая стройка, торговая база. Вот тут на вашем пропуске написано, Ленинский проспект, до владения 90, дробь 2. Да, да, это точно. Это адрес вашего объекта. Цель данного ролика заключается в том, чтобы дать вам юридический бесплатный совет. Если вы куда-то сейчас пойдете, куда-то в юридическую консультацию, адвокатуру, потеряете деньги на дорогу, и плюс еще какие-то деньги заплатите вы за консультацию адвокату, юристу. Вот, используя этот ролик, вы получаете информацию бесплатно, вот сейчас сидя у себя дома, на диване, в кресле. Вот такие, вот для этой цели мы сейчас делаем этот ролик, чтобы для вас это была бесплатная юридическая консультация, чтобы вы не попадали в такую ситуацию. Ну, все, вроде бы. Я хочу задать вопрос коллеге, гостя, он сегодня из Твери, мы сегодня были вместе вот на этом круглом столе. Здесь было с утра до вечера 4 тематики. Вот вы были свидетелем данного интервью. У вас в Твери такая ситуация с нашими земляками происходит. Вам обращаются с просьбой помочь взыскать за оплату. Два слова расскажите, что у вас там в Твери. Моя фамилия Тазанов, зовут Абдукарим Розебаевич. Я исполнительный директор узбекской диаспоры города Твери. Это ситуация сплошь и рядом. Только в тех случаях, когда обустраиваются незаконно, обустраиваются без документов, обустраиваются через посредников. Посреднические же фирмы, не зная куда идут, зачем идут, никакими адресами, юридическими тонкостями не интересуются, только не считают. День прошел, он в голове считает, что тысяча рублей есть или две тысячи рублей. И месяц пройдет, не будет ни копейки. Если нет на оформление денег, выезжать из родины нечего. И если нет специальности за душой, на черновые работы в России ехать нечего. А потом получается головная боль. Лишь бы попасть в Россию, лишь бы заработать. Да не получится так. С 2014 года уже ужесточение законодательства миграционного. До 2014 года с детьми ездили, с семьями ездили, на заводах жили, в производствах жили. Это все мы знаем. В массовом порядке кидалки, при случае наличия документов, подтверждающих нахождение этого человека в данном заводе, фабрике или на объекте, даже если там случилась облава, в любом случае можно будет через суд, через прокуратуру, через следственный комитет доказать выполнение данных работ и подать в суд. Это долго, тернисто и расход большой. А время оканчивается, тем более нет регистрации. Поэтому неизвестно, кто еще переживает здесь. Люди, занимающиеся общественной деятельностью Российской Федерации, добровольно. Или же люди, которые приехали заработать на машину. Кто больше здесь переживает, еще неизвестно. Поэтому, еще раз, во всем мире уже, при пересечении границы обязательно должен быть документ. Не пересекайте чужой колхоз за картошкой вы, или за хлопком. Вы пересекаете границу. И, соответственно, начиная с миграционного листа, с регистрации и так далее, и так далее, это все осваиваемо. Вот есть люди, 10, 15, 20 лет, люди работают тише воды, ниже травы. Как приехал, так уехал. Ничего не заметно. Люди выполняют все. А люди залетные, которые первый раз, как приехали, по случаю свадьбы предстоящей, по случаю покупки Нексии, приехали и быстро хотят заработать, и попадают на долгие годы здесь. Вот такие невыносимые обстоятельства. Спасибо. Я согласен с вами по поводу, не приезжая сюда без какого-то капитала, которые потребуются на оформление документов, патента, первые месяцы оплаты и другие расходы. Но здесь немножко я с вами не соглашусь, коллега, по поводу того, что не приезжают те, кто не имеет вообще специальности никакой. Но если не имеет специальности, но я думаю, если он здесь найдет работу дворника, я думаю, ну нужда, если заставляет, но я думаю, он сможет без специальности работать дворниками. Я думаю, тут... Нет, нет, нет. Каждый труд почетен. Каждый труд почетен. И даже труд дворника почетен. И там надо с умом устроиться. А сколько дворников кидает у нас здесь в Москве? Не к тому, что без специальности, вы сказали, не приезжайте, но у многих людей нет, на самом деле. Лучше, конечно, со специальности. Ну и лучше. Но если... Лучше со специальности. Лучше со специальности. Хоть нет, но здесь научат, и настройки научат, кирпич-класс, и старшие коллеги. И как канаву копать, и подметать. Первый помочь, почему не помочь? Первый помочь, он сам себе. Он должен еще, когда в школе учился, он должен учиться, а не бегать где-то от учебы. Но спортом нужно заниматься, мячик нужно, но все ему время. Да. Да. Не, не. В зампактере мы тоже выходили на хлопок, мы тоже хлопок собирали. Ищи. Да, да, да. И не только в школе, но в институте пять лет. Вот. И в дальнейшем тоже, так что мы тоже вот это прошли, но вот я закончил в Москве аспирантуру. Мой отец, доктор физико-математист, наук, профессор, тоже из кишлака, тоже по полям ходил. То есть нужно не лениться с детства, во-первых, учиться хорошо. Есть пословица узбеков. Побольше с детства нужно учиться разными специальностями. Чем больше специальностей, тем лучше. Учиться, учиться и учиться, еще говорил Великий Ленин. Она хоть не модна, но это было во все времена. И в мусульманском хадисе, в разных написано по-разному. Поэтому нужно учиться с детства. И потом уже здесь, будучи грамотным, умным, зная русский язык, в школах в Узбекистане русский язык, обучает, компьютеры обучают. Это все отговорки, что у меня не было условий учиться. И в войну учились. Мой отец во время войны учился в школе, вышел до такой степени. Так что можно дойти. Первым делом он сам помощник. Второй помощник – это уже государство. Если человек попадает в тяжелую ситуацию, по конституции за границу своим гражданам должно помогать правительство Узбекистана. Первый гарант, помощник является президент данного государства. Какого бы государства ни было, гарантом конституции является высшая должность лица. Высшая должность лица – это президент. Каждый президент, когда входит должность, он кладет правую руку на конституции данного государства. В некоторых странах еще добавляется в мусульманском Коран, в христианском, например, в Америке Библия. И клянется я, что каждому своему гражданину буду помогать, буду служить своему народу. Гарант конституции – президент. Вот второй помощник уже президент. А мы просто общественники. У нас тоже есть семьи, дети. Нам за это никто не платит. Мы в неделю больше половины времени затрачиваем на эту бесплатную работу. Вот сегодня с утра до вечера тут провели на четыре темы круглого стола. Вот товарищ, коллега приехал из Твери, другие ребята сейчас сидят сзади. За это нам никто деньги не платит. Тут же расходы на дорогу. Мы ущемляем свою семью. Мы не обязаны вам помогать. Мы не клялись, мы президент обязан, государство. Коль уже вы первый этап, вы сами себе не помогли во время школы. Мы в меру своей возможности помогаем. Но мы не безграничны. Нам за это никто деньги не платит. Мы даже с ними кормить. Чем сможем, поможем. А некоторые думают, что мы обязаны. Начинают в роликах мат-перемат. Мы никому ничего не обязаны. Это наша чистая вот такая благо помощь.